Всем привет! Сегодня у нас на обзоре две двухдолларовые австралийские монеты 1995 и 2014 год. Это монеты регулярного чекана. Два доллара монета является самым высоким номиналом в Австралии. Разработан номинал был в середине 70-х. Выпущена монета была 20 июня 1988 года. Монета заменила двухдолларовую банкноту из-за более длительного срока службы в обиходе. Первый же год чеканки был чеканен 160 миллионов 900 тысяч экземпляров и чеканен ежегодно до наших дней, кроме 91-го из-за большого тиража в 88-м году. Для сравнения, в 95-м 15,5 миллионов в тираж, в 2014-м 39 миллионов 900 тысяч экземпляров. Монеты номиналов 1 и 2 доллара являются доконным платежным средством страны на сумму, не превышающей десятикратной номинальной стоимости соответствующего номинала. Все монеты двухдолларовые от чеканины на королевском монетном дворе Австралии в Каннберре. На Аверсе монеты изобрал портрет королевы Великобритании Елизаветы II. С 1988 по 1998 год выполнен портрет художником Рафаэлем Макклофом. В 1998 портрет заменен на работу художника Яна Рангброудли. В 2019 заменен на портрет, выполненный художником Джоди Кларком. Вверху по окружности монеты надписи Елизавета II и название страны Австралия и код Чеканки. Под портретом мелкими буквами есть инициалы художников. Давайте перевернем монеты на реверс. Соотношение между сторонами 0 градусов, ориентация медальная. На реверсе, созданном Хортсом Ханом, изображен старейшина абориген Вальпири Ан Матайр, человек с северной территории Австралии, вдохновленный рисунком Эйнсли Робертс, изображающим Гвою Чунгарай. Чунгарай известен как Фунджинни. Чунгарай один из немногих, кто выжил в результате последней из признанных расправы над аборигенами англичанами. Резник в Канистоне в 1928 году. Этот абориген родился приблизительно в 1895, а умер 28 марта 1965 года. Это первый из аборигенов, который был изображен на австралийской почтовой марке в 1950 году. Дизайн монеты не предназначен для изображения какого-либо конкретного человека. Дизайн также содержит 5 звезд созвездия Большого Южного Креста, определяющего местоположение Австралии в Южном полушарии. Также изображены местные травы. Ксантеррея сантархоя, более известное как травяное дерево. Это эндемическое австралийское растение, которое насчитывает 28 видов. Оно произрастает во всех штатах и территориях страны. Произрастает на прибрежных пустощах, во влажных и сухих лесах Австралии. Засуха и морозоустойчивая. Приспособилась к бедным почвам. Можно сказать, что это культовое растение, которое олицетворяет австралийский кустарник, который приспособился к суровым условиям и лесным пожарам. Также это ценный ресурс для аборигенов, который всесторонне использовался ими. Например, колос цветка использовался как легкая ручка для композитного деревянного копья с острым наконечником и твердой древесиной. Цветки замачивали в воде и получался сладкий напиток. Соком растения заклеивали негерметичные сосуды для воды, а из смолы растения делали фемиан, как благовоние для цирков, которые использовались до середины 20 века. А сухие степли цветков использовали для разжигания костров путем трения ручной дрели. Правее от аборигена номинал, здесь строки 2 доллара. Дизайн разработан в 1987 году. Монета имеет диаметры 20,5 мм, толщина 2,8 мм. Гурт, фрезерованный сладкими участками, имеет 20 зубцов. Вес монеты 6,6 грамма. Монета сделана из металла латунь, соотношение 92% мети, 6 алюминия, 2 никеля. Монета стоит от 40 до 60 гривен, приблизительно от 110 до 170 рублей. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.